твоя картинка пропала тоже вот она то есть она исчезает только на стороне моих клиентов всегда я себя вижу и если записать видео то я все равно она запишется со мной в общем-то короче кто-то там во-первых вот вот этого я сейчас отошлю там человек в такой черной форме сейчас это все эта форма с серыми полосками это марс я его знаю они смотрят потому что сеанс именно с тобой у него такая кепка с такими крылышко вот этот знак крылышки и как будто здесь марс а крылья орла как надсмотрщик говорит ну-то бы надсматривает с детства какая-то защитам смотри лукингласс и мне еще давно пришло что в голове крутилась это project looking glass и какие-то еще crystal wings crystal children crystal wings вот такое вот ты являешься кристальной ты знаешь как энергия такая кристально чистая и в нее можно залить что угодно но тут тут одна проблема этот кристалл вот ты была кристаллом перед если эти имя сразу несет до этой жизни 32 жизни это 33 вот так вот до этого и вот там я вижу планету желтенькая такая как как янтарь поверхность она энергетическая и ну и много кристаллов растет она прямо усыпана этими кристаллами они все из-под земли кластерами такими кустиками растут я вижу ты большой куст вот прозрачный такой кристальный и тут очень важно что вот от каждого потому что 12 и вот это сама суть эссенция это вот твоя душа твоя душа этого кристалла и с 2 вот называется планета у них там есть и с 7 последняя помыли 8 какие-то проекции планет с кристаллами да как фермы крест кристалли кристаллов но не биологически они естественные там есть гуманоиды которые прилетают я чувствую нехорошие это как будто подожди стал ты есть один из гуманоидов который на корабле прилетает к себе самой как будто это это эссенция этого кристалла это ты есть и ты себя как будто разделила с одной стороны и ты хранитель кристаллов и тот кто знаешь это как хроника каши но это личное ты закладываешь в эту кристалл этот кристалл как на дополнительный диск информацию которая у тебя также накапливается в днк это как а запасной вариант если что-то случится с днк али кто-то тебя схватит и в этом кристалле одежда очень интересная она такая плотный лен с такими какими-то золотыми украшениями и эти люди это люди солнца ты человек солнца это от солнца как-то проходят через портал этого солнца и там вот как я вижу это солнце но не только портал но и планета вот и снаружи мы видим вот одно что он очень такое горячая а внутри я вижу жизнь во всю и и это планета солнце центрально она является и порталом и объектом где существует жизнь и там вот такие существа как ты они кристаллически чистые золотым свечением и вот дочь не оттуда точно другое характеристики и вот эти интересные какие-то золотые такие стразы поэтому всему но там что-то связано с как-то закручено все значит так если одна то дальше прилетает корабль потом я вижу какая-то какой-то прибор как маятник там висит какой-то камень и он так вот делает что ты будешь делать этот маятник он как будто гипнотизирует а вот эту подсознание суть кристалла и начинается какая-то внутреннее такое брожение и недовольство несогласия с самим собой что здесь делаю почему у меня нет движения я хочу увидеть что-то другое они просто быть недвижимым кристаллом на этой планете на одной из планет как-то планеты фермы сразу там разные предназначению каждой и потом из этого маятника просто просто выходят в черных плащах таких они очень похожи вот как фильмах как вот революция семнадцатого года коммунистические вот эти черные шкири они кожаные до плоплачей блестящие выходят два человека как будто просто такая вот маленькая них ручка металлическая у обоих они вот так вот и кристалл выкорчевывается они ложат его в такой как цилиндр цилиндрическая форма и туда на корабль у них там очень много таких разных цилиндров напоминает как сделано из металла я впереди вот такая вот тоже овальное окошко и видно я вижу как ты меняешься из прозрачного в такой серо какой-то коричневый замутнение это означает просто замутнение под сознательную часть этого кристалла душа вот потому что потеряла почву кстати вот это потеряла почву как будто или теряешь почт почву под ногами этого чувства в этой жизни вот у меня пришло что у тебя что как будто все время не то не оно как будто все время что-то делаешь но оно все-таки кажется что все равно нет базы которые тебя как будто подпитывает вдохновляет дает тебе вот это натхнение да вот такое вот энергетическое тоже запал такой но нет такого это потому что потеряна связь со своей планетой у тебя как получается как будто такое впечатление что они кстати вот это вот вторая часть какой-то такой окну с окну 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 у него был маленький кристаллик который он постоянно вставлял поворачивал него там была такая ячейка у базы кристаллу основания и таким образом перетекается информация которую он получал но он какой-то как будто бы он проверяет по планетам какие-то идут проверки и вот что-то основано на знаниях на знаниях про энергетические тела разных существ которые там есть спиральная как вселенной там круговая вселенная есть там есть двойная когда вот так и так идет там есть четверт там очень много и ты как будто ходишь и проверяешь но потом всегда эту информацию собранную всегда возвращаешься к себе самому форме кристалла вставляешь свой маленький поворачиваешь и информация перетекает туда и получилось так что кристалл забрали но я вижу орион я вижу вот эту пирамиду орион ориона одну из пирамид вот это самая высокая на ней вот полумесяц вот так она сделана из желтого кирпича это какая-то лаборатория там очень много аппаратуры всякой и вот какой-то такой как центрифуга громадное вставляют потом много кристаллов собрали ты не одна много много кристаллов собрали ставят в эти центрифуги они все разные там есть какие-то разделения какие-то подключки она идет как-то вниз вниз внизу там какие-то лаборатории вот здесь вот слева они что-то исследуют они как будто отламывают ну как это назвать еще как будто у такого тела энергетические плазма как плазма собирают руку вставляют другую от какого-то существа и смотрят как можно так сделать или в какие-то такие странные потому что там весь лися лежат примут искусственные руки ну как протеза какие-то из металла сделаны из каких-то других материалов и они заменяют к это замена части тела вот эта лаборатория другая а вот она другого лаборатория не делают импланты я вижу они очень много делают разных имплантов причем на основе кристаллов боже что-то такое сейчас одну секунду безумный это специально отвлекают вот там очень много разработок и туда я вижу очень много людей вот они это тела людей это физические тела людей в которые они вставляют имплант и орион я тоже вижу физически пирамида такая которая можно потрогать и я она прям год как желтый какой-то как мог какой-то на камнях растет на кирпичах или камни какие-то квадратные и очень много рептилоидов ходят кругами там есть один какой-то с цепями у нее такая вот цепь здесь он какой-то главный у него что-то висит здесь такой вот квадратный овал закругленными кончиками там какая-то такая тяжело понять что это такое там корона in в короне какие-то еще такие отвихли ой то тяжело до сообразить что такое я вот сейчас запомню потом нарисую тогда там вот так вот еще идет и она вот так вот как-то а сверху корону так по кругу и там еще какое-то тело человека внутри и как будто человека на голове корона я вокруг него как круги такие как халахупы но низ они полукругами замыкаются в разных частях там 77 частей тела как будто бы отделены отдельно этими и это вот висит у него вот этот вот он такой высокий коричневый с такими бородавками какими-то и с полосками на голове рептилоид глаза такие очень длинные но рептилоидные зрачки мощный хвост которым он может убить он главный какой-то надсмотрщик этой лаборатории вообще вообще главный там в ряд идет в стену встроены какие-то мониторы приходит периодически серый своими пальчиками у него кстати стекло просто как стеклянная деск как стеклянная стол и он только дотрагивается до стекла и там высвечиваются кнопки он как будто они невидимые так когда я смотрю когда он дотрагивается и невидимые становятся и они там они просто проверяют не какая-то днк исследование определенная конфигурация тела должна быть в которую будут вставлять эти кристаллические импланты почему кристаллические потому что очень многие днк они уже изначально это какие-то кристальные души вот как ты им надо сообразить как блокировать эти кристальные души на земле потому что они эти кристальные души как будто провоцируют они пришли сюда чтобы сказать нет системе и стимулировать какой-то прогресс в нужном направлении это длительный процесс но это получается и это очень долгий процесс и поэтому они сообразили что очень много тот поток душ таких как их приходит и что-то с ними надо делать но это сначала они так делали они следили за потоком я прям вижу как значит просто пробивает зеленый такой яркий свет вселенную нашу как в ней прям буквально фатина такая происходит как дырка через эту дырку идет поток он такой как столб света и через него как шарики стреляют вот эти души а потом все закрывается и уходят и вот эти души которые это вот вот эти это поколение детей но она еще идет с того что мне идет 78 года просто смешно это год моего рождения а вот и поток но тут не идут радужные но это я знаю да то что у меня радужная энергия а у тебя получается да там как это как буду далорескен он входит потому что там три разных как бы кристаллы это были первые потом вот эти как солнечные а потом получается радужные а после радужные опять кристалл они получается патерт какой-то по три они потом повторяются потому что у нас сейчас тоже очень много детей кристаллов которые как будто бы те кристаллы которые первые пришли сюда должны быть это бы должны быть технили или дети или внуки ну вот там какие-то такие вот и она повторяется по три по три по три за то что я вижу сейчас я вижу просто лабораторию и твою энергию они и как будто бы и откусывают по частям какими-то огромными щипцами такая рука которая управляет серой с помощью вот этого монитора и вот когда он на стол так пальчики у него четыре пальца вот он вот так и на экране высвечивается а потом раз отщепливают кусочки и там значит разных ну как будто бы разных семь кусочков два кусочка посланы на землю были опять остальных они там используются для клонов гибридов вот таких вот исследования так а почему 2 потому что были близнецы и в первой жизни 2 мальчики-близнецы у меня идет саудовская аравия но это давно-давно вообще там какой-то минус массовой отсчет у меня минусе идет 2 7.01 что такое территория саудовской аравии там красиво зеленые такие растения везде огромные деревья деревья виноградники люди дети в таких вот больших с такими сдутыми рукавами платьях дети бегают все мальчики и девочки в каком-то одинаковой одежде вот такие фонарики они просто виноград едят а потом опять играют играют какими-то листиками палочками там животные тоже с ними как очень много разных животных такое ощущение что там все которые сейчас на фермах мира там просто выполняют роль развлечения ну игры с детьми вот и такая дружба у них то есть дети такое ощущение что дружат с животными они с друг другом в ихнем понимании вот и они не видят разницы между собой внешностью и животных вот это как будто первая жизнь какой период какой период я вот вижу минус 27.01 вот я прям вижу такой носик коротенький вот очень короткий такой вот треугольненький кубки такие вот мальчики два одинаковых вообще очень интересно глаза идут как-то не вот так как у нас горизонтально вот так вниз немножко заходят такие темненькие очень интересная такая внешность ДНК сейчас ой там ДНК что-то там там анунаки мне потом идет тартария лемурийцы смешанные тоже там вообще все намешано там вот я вижу пучок временных линий и как будто а потом я вижу маску но другую как итальянские вот эти маски белые вот такие как будто здесь что-то намешано там там у меня сейчас какие-то пошли вот эти имиджис вот как такой дуб огромный на острове вот эти вот 32 жизни до этой были были какие-то ветки такое впечатление что тебя посылали мне идет 15 10 15 20 лет как туда и обратно при этом ты не знала что тебя посылали в разные временные линии а тут уже пришел вот этот вот в блестящем вот этом вот длинном плаще и это программа SSP какая-то и и тут вот это looking glass вот как оно переводится на русский там короче можно да стекло через это стекло это стекло взя слушай это же стекло которое мы с Катей ну я видела с Катей в сеансе сегодня утром которое было вставлено в в наш можно сказать прекрасный мир в котором существовали только эмоции добра там любви а потом вот это стекло сделала как будто бы послала shadow как будто тень пустила на и отрезала половина нашего творения которое стало теперь затуманенным что является метафорой затуманенного подсознания что мы не знаем что происходит но оно происходит и вот это вот стекло формулу этого стекла ну как производство да можно скопировать его в эту технологию эта технология она через не это как портал вот этот looking glass я его вижу как огромный портал какие-то звездные ворота через которые можно посылать в любые измерения но она очень привязана к физическим местам тебе надо быть в определенной стране в определенными в определенном месте чтобы значит так вот это временная линия если ты родился там все равно Украина там Польша Румыния какая разница там Германия вот но если тебя будут направлять чтобы ты переехал именно в Америку а в какой-то штат им даже не ну им важно было бы неплохо чтобы штат где-то близко но им не важно потому что это все вот эти разделенные штаты это все как одно целое все равно в любом случае то есть на территории Америки и отсюда у тебя уже будет связь через которую тебя могут подключать к разным временным линиям линии к разным временным линиям через вот этот вот looking glass portal большой вот и тогда тут уже включается вот эта тренировка которую в детстве тебя постоянно кстати забирали это был это был один случай когда ты помнила когда ты видела там просто тарелка висит такая вот у нее значит круг я вижу открывается вот этот круг и оттуда идет голубой цвет он готов тебя взять и он тебя берет он тебя окутывает и засасывает внутрь это было постоянно ты даже боялась спать ночью потому что ты знала что прилетят и заберут вот и там были разные группы тебя тебя в основном в группы с инопланетными существами ну такие они были гуманоидного плана ну гуманоидные дети но с других планет которым учили детей с это это вообще как я вижу с 5 лет мне вот пришло 5 до этого там было что-то другое там в экспериментальных целях просто забирали как ребенка энергетическое тело и пытались пугать насеивать там какие-то ужасы или в какие-то комнаты с 3d реальностью виртуальной потом пугать что там что-то случится с мамой что ты останешься один вот такие вот самые страхи усиливать которые у всех детей есть там потеряться в толпе вот такое и они с помощью этого как будто бы фрагментировали ментальное тело и и вбивали какие-то как дыры в эмоциональном чтобы через вот это вот все вместе можно было своего рода фрагментировать душу и как будто присоединить разные встроить встроить разные которые называются alters ну так чтобы объяснить personality характеры вот человек с разными лицами да вот такой есть такой есть такой а человек может этого не знать вот вот ты этого не знала тогда что потому что в разных временах линии у тебя была разная игра в которой ты должна была играть протагониста вот и тебя посылали на такие задания и вот вот здесь еще вот такой момент что как будто тебя готовили чтобы ты чувствовал себя уверенной и у тебя была какая-то тяга к этому к мистическому что ли ну и более открытый ум чем у других детей в этом плане ты больше видела чувствовала понимала держал это внутри потому что боялась кому-то рассказать вообще очень боялась страх там специально внушался но очень много раз забирали а вот вот до пяти лет такое ощущение что физическое тело оно на автопилоте ходило а энергетическое очень часто было в лабораториях и и было с другими знаешь как у вас там там значит вот большая комната там какие-то отсеки но она все из металла сделана вот и и вот этот пол холодный и дети там сидят но есть какие-то интересные штучки такие вот я вижу какая-то вот такая кругленькая и там надо как-то что-то сообразить они как будто айкью детей испытывали вот положишь что-то туда внутрь как конфетка какая-то вот как вижу как леденцы какие-то то что ребенок знает что это вкусно на подсознании даже даже если он на физике не видел это он хочет это ему сообразить как как там собрать что-то когда собираешь оно само открывается как цветок и вываливается конфетка ну вот типа такого я просто рядом сижу вижу сидят дети у него вообще такое круглое лицо такие глаза как у азиата вот такие уши какие-то большие оно как-то тело по-другому оно более расплюснутые широкое такое глаза вот эти узкие такой типичный рот как у серых и там у них какой-то надсмотр который смотрит за ними он приходит он как высокий серый но он превращается в какого-то плута я вижу как из мультика чтобы дети его не боялись вот он вокруг себя создает такие волны которые показывают как на экране телевизора имидж этого плута как я вот видишь я из мультика вышел меня не надо бояться и он начинает как будто бы стимулировать детей показывать что-то внутри что он закладывает это надо достать а вокруг уже смотрят там какая-то даже комиссия из каких-то серых там еще другие там еще есть нордики гуманоиды голубые глаза стеклянные белые волосы до плеч таких костюмах блестящих они смотрят они тебя выбирают там еще других детей но вот а ты из тех которых выбирают программы разные хотят исследовать там какая-то очень мощная кристаллическая структура ДНК самой эссенции души которую ничем не рассечешь не разломаешь не фрагментируешь фрагментируешь фрагментировать можно только тогда когда сама душа захочет а у тебя ты захотела тогда стать и кристаллом и параллельно вот тем который сопровождал этот кристалл и использовал его но это была твоя собственная твоя собственное желание в пять лет там совсем другое было там какая-то база на луне какой-то полукругом такой туннель идет какие-то лесенки интересные что-то как-то напоминает какой-то офис такой офис какой-то старинный сороковых годов что ли а компьютер вообще ну то есть таких которых мы еще не видели и потом это на луне и потом заходишь в комнату там такой вот как пол определенные расчерченный как платформа в нем ты садишься в гостинице и потом оп и ты уже в гостинице на Манхеттане где-то в Нью-Йорке сидишь в кресле бархатное темно-красное это это хилтон по-моему гостинице идет for seasons идет два названия и да там есть такие платформы которые подсоединены какими-то энергетическими узлами они очерчены что это ты находишься внутри портала если ты попадаешь туда то ты потом переходишь ты можешь перейти на луну на марс на любую планету на любую базу лабораторию тебя может перешвырнуть перекинуть иногда даже специально заманивают людей нужных в эти гостиницы потом люди пропадают на физическом плане и какие-то ученые которые хотят потом использовать или врачи много всего они потом пропадают без вести как будто но на самом деле это они просто как будто засосало в портал вот 112 кристаллических нити днк послали на землю там потому что там заключен был сейчас заключен контракт телепатически он его никак никто не мог подписать он телепатически заключен а согласие вербальное ну можно сказать мысленное согласие в том что он не говорит вот этот старец который ты есть увидел что его кристаллы ну забрали кто-то забрал он стал их искать и по-моему вот вот это вот тартария это откуда пошли вот эти looking glasses которые можно с собой ты как будто его с собой носишь и никто не может его у тебя украсть и ты его используешь по назначению и смотришь разные дома и прочувствуешь энергетику дома а потом тебе приходит подтверждение и то есть как-то правда правда восходит очень быстро единственное что очень много ячеек в земле которые ты бы хотела подкрывать чтобы все вышли потому что людям сейчас очень тяжело но мы ждали это время вечно мы дети кристаллы хотим и знаем что творение каждого из нас должно быть очистено очищено и возвращено людям куманоидам которые изначально заселяли планету терра которые принимали участие в постройке разных островов на этой водной планете которые были бы некоторые хай-тек некоторые также в таком же эквиваленте биологические зависит зависит от души от его желания в какой сфере она хочет познать себя получить experience что заделаешь тебя тогда просто с этим затыланием сознания запугивали постоянно там там какая-то группа охраны марса что-то с экология тоже связано потому что ты разбираешься в экологических системах каких-то у вас смотри у вас такая форма темно-зеленая зеленые какие-то желто вот камуфляж сзади идет как такой крис кросс как вот навкрест лямки и там идет такой рюкзак вот мне этот герб опять появляется с этими крыльями он вообще посыл нейтральный но просто там говорится что меня вообще куда-то понесло тут очень много всяких программ просто какое-то безумное количество какие-то порталы выходы входы и в своей энергосфере у тебя куча там всяких порталов это вообще она как будто бы вся в дырках от этих wormholes порталы как они на русском называются такие маленькие типа порталы которые еще крутятся вот так же и это они построили систему для тебя ты в какой-то системной даже знаешь как еще сменяется смотри и когда я дотрагиваюсь это система порталов исчезает но я чувствую она есть в пространстве твоего энергетического поля а твое энергетическое поле оно очень мощное и сильное оно большое но за счет вот этого металла и вот этой искусственно встроенной как бы энергосферы у тебя получается что когда они хотят ты становишься невидимой когда они хотят тебе становится плохо физически когда они хотят ну вот и вот это начинается полностью руководить человеком давать ему какие-то в нужный момент такой немножко позитивчик а потом бросать вот в эти разные проекты но за счет того что ты знаешь будущее как будто земли ты знаешь будущее этой проекции земли на которой мы находимся и ты понимаешь что эти проекции в какой-то момент они не то что будут уничтожены они как будто бы исчезнут они как будто с хлопнутся и будут существовать в этом хлоп в хлопнутом пространстве внутри а главное как бы изначально водная планета она и будет кстати очень много там у меня все время идет лемурия точно там инкарнация есть лемурии сто процентов какой-то хиллор какой-то как-то он руками лечит он подымает если вот смотри я сейчас смотрю кровать круг в кругу как золотой такой крест в кресте в кресте как будто вот листики 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 вокруг как венок из листиков золотые оно как из белого мрамора сделано все колонны какие-то мраморные вода еще какие-то большие кувшины с водой ты вот так вот как будто бы сделаешь вот так рукой над кувшином с водой впитываешь эту воду вот сюда в ладони и орошаешь как будто бы человека которому что-то болит а ты понимаешь где потому что когда орошается человек который лежит и заболел у него сразу от этой воды ты видишь энергетическое тело и в нем какие-то темные пятна в данном моменте я печень вижу темное пятно причем интересно там вообще практически ничего не ели это физический план я вижу как они пьют воду какие-то нектары собирают практически фрукты какие-то я вообще овощей не вижу я листья вижу какие-то с деревьями что-то едят это пюре из листьев вот ты там лечила в лемурии это сразу все время то лемурия приходит Атлантия ты знаешь но туда тебя там не было там ну там была программа здесь кристалл гейт кристальные ворота ты как будто была инструктором с дельфинами работала я вижу дельфинов сразу и кристалл гейт project ты там была инструктором слушай слушай ты знаешь деймса ты видишь его маленьким мальчиком поэтому тебя тянуло в ССП и вот эти все потому что ты понимал что ты там тоже участвовала в этом во всем я вижу я вижу два дельфина один из дельфинов я тут все перекручено тут все так завязано одно на другом мы как будто должны это вспомнить сейчас потому что если мы все вспомним кто с кем как связан то тогда энергосферы наши становятся гигантскими и мы вносим больше трещин в зеркало мировоззрения которое было затменено темными помыслами творцов теперь мы пытаемся очистить это все похоже нам нужен был этот опыт но в результате все дошло слишком далеко и мы недовольны тем что произошло потом нас захватили рептилоидные расы змей драконов ящеров и рептилий 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 которые shape shifters которые могут менять форму и долго держать форму человека они являются хранители системы вот этого правления во всех странах а те кто с душой пробивается в систему управления его как будто рыбу на крючке держат то есть он не может он может только то что они ему разрешают и инструкцию дадут вот у тебя есть жизнь в пирамиде ну в смысле ты сейчас под пирамидой внутри там такой люка можно идти вниз внизу огромная круглая комната она очень сильно освещена там какая-то идет такая как лампа солнечного света я вижу твое лицо я вижу твое лицо тоже мужчина там какие-то интересные встроенные в стены а какие-то камни которые выгравированы разными живот ну как лица ну как животных лица я барана сейчас вижу но они какие-то лечебные в них какие-то кодовые энергетические хочу сказать названия слова древние чтобы спровоцировать процесс самоизлечения эта комната очень важная про нее знать это в Египте она вообще в моменты агрессии и переформатирования системы и базисных данных данной многосмысловой игры ты должна иметь доступ к тому чтобы делиться знаниями информации но ты ими делишься но ты в эфирном пространстве делишься а в физическом пространстве ты чувствуешь что ты делишься автоматом и тебе ничего не надо делать но ты немножко начинаешь побаиваться вроде как делиться своими чувствами вот потому что у тебя очень глубинные размышления есть и глубинное чувство чувствование процессов в семье внутри в жизни и на глобальном уровне тоже поэтому ты возвращаешь себя кристальную составляющая у тебя днк очень интересно они как-то идут и как если квадрат порезать пополам и начать его крутить тогда внутри образуется жемчужина это жемчужина полностью прозрачная это жемчужина кристалла у тебя таких сто двадцать то есть не нити днк а жемчужин кристалла в твоем днк ты разрываешь ты разрываешь контракт нордики говорят что они тебе это не просят и тут ты еще с большим рвением разрываешь его потому что ты понимаешь что они тебя специально держали в обороте и рядом чтобы ты могла им помочь там там и там значит так надо забрать лаборатория 15 разных пробирочек с разными отщеплениями которые они сделали энергетическом теле отщепили отщепили ты просто аннулируешь тот момент перед отщеплением перед этим как они начали использовать ты идешь обратно у них уже все ты сама собой разговариваешь ты взрослая разговариваешь с собой ребенком что не надо их бояться и она успокаивается засыпает насчет гибридов нет клонов клонов нет что еще там просто у меня как бы много очень картинок сразу одновременно и я пытаюсь я вижу еще там какая-то симуляция полетов есть есть у тебя может даже какие-то были сны что ты летела где-то потому что там такое вот интересное большое с квадратной большой спинкой сиденье и это было какие-то симуляция полета на марсе какие-то базы там у марса эти спутники спутники пять разных спутников и там разные базы и вот на этих базах ты тренировалась к полетам на разных летающих объектов и потому что понимаешь как люди с днк кристалла им очень нужны потому что это питает автоматом сразу огромный корабль с огромными системами лабораториями а на этом корабле еще и выращивали детей гибридов и ты питала целый лес с речкой и короче вот эту всю огромную структуру там где выращивали там где выращивали этих детей им надо было выращивать именно в вибрациях леса там есть еще другие комнаты там есть вибрации воды это гибридные формы с такими вот перепоночками то есть у них там есть какие-то эти как амфибия человек амфибия там очень разных много там есть какой-то танкер такой ну как аквариум огромный там какие-то полупрозрачные розовые гуманоиды очень похожи на людей но понятно по глазам это не те глаза это не наши глаза тоже вот там ты как будто весь корабль подпитываешь эта система им всего лишь нужен один кристалл с мощнейшей энергетикой чтобы подпитать поэтому в жизни у тебя была как будто знаешь как то остановка как будто надо набраться сил а потом раз побежали сделали как accomplished чего-то то что хотела ты закончил это дело а потом опять остановка но это такое чувство как будто тебе открывают дверь на немножко с тебя они забирают так много энергии как раньше и у тебя есть какое-то окно возможности и ты в это окно возможности должна быстро быстро это сделать это к общению что есть такое у тебя в этой жизни такое чувство вот ты сейчас я вижу как ты очень быстро аннулировала похищения в детстве вот эти вот как они сворачивали это время вот так раз закручено из какого момента забрали в такой момент и поставили как ребенок я вижу ты идешь похоже в школу или куда-то или на прогулке там без формы там просто платье какой-то серов какой-то горошек и ты как будто заходишь на газон а ты уже не на газоне ты уже в лаборатории который состоит из металла металлический пол металлические какие-то деревья структуры эти деревья это на самом деле какие-то сканеры которые тебя сканируют постоянно тебя как-то засасывало в какую-то параллельную можно сказать реальность в которой вот эти лаборатории исследуют детей но у тебя интересный у тебя ДНК интересное и интересное размышление интересные нестандартные алгоритмы мозга можно сказать на которые повлиял повлияло вот это астерик ДНА с дочкой там специально было сделано потому что так было легче какой-то момент тебя направить в то русло в которое они хотели но не удалось ты как бы все теории разнесла сразу и поняла но теперь срабатывает программа что они хотят опять тебя перезарядить дать тебе перезарядиться и использовать по новой но так как ты уже осознанно ты говоришь нет но у тебя как будто как будто как человек который закрылся в какой-то палатке и какие-то стены стены лабиринты входы тебя постоянно тянет значит мне идет жизнь в Ташкенте вот четко а вот какие-то подземные там тоже пещеры месопотамия египет лемурия тартария и все это завязано на портале натурального солнца и вот этот понимаешь хочется сказать жрец солнца прям идет жрец солнца но это видно понятия в нашем понимании в нашем мире его перекрутили жрец солнца этот который он он сохраняет значит определенные энергетические колебания что создает определенную вот такие вот кругами поле которые определенных вибраций это очень важно и ты там вот этот вот такой старейшина как будто охранник охранник этого портала вот и у тебя есть ответственность которая им нужна которую они очень использовали в этой жизни она срезонирует с тобой там очень много еще было там была вторая мировая война там была какая-то комната с какими-то тазиками какие-то экспериментальные жидкости туда вставляли и они просто водились через капельницу тем солдатом которые выжили что потому что когда полностью сто процентов показывал на экране когда жидкость эту вводят и сто процентов то человек он уже и вот эти все программы которые были биологические становятся не биологические они автоматом превращается в какие-то био роботические причем вот сейчас ты так как ты сделала так что ты пошла по этой временной линии я вижу как этот кристалл я вижу как ты к себе приходишь вокруг кристалла ты ставишь такую очень мощную защиту такой шар а вот и сверху какая-то корона интересная которую ты поворачиваешь у тебя все время надо что-то повернуть рукой и ты потом какую-то конфигурацию вот так вот делаешь эту это какие-то старые буквы тартарского языка которые что-то обозначают такой-то код но надо в проекции вот этой короны именно сделать такие движения пальцами чтобы открыть и забрать кристаллы а ты на свой поставила с короной а на других тоже такие как колпачки поставила я смотрю прилетают эти они не могут ничего сделать я смотрю вот этот вот который за мной вот этот в углу вот здесь в комнате смотрел следил потому что ты пришла на сеанс он ушел он отвернулся и в угол ушел через портал как будто у них разочарование все ходят один за другим мир проекции земля распадается как будто змея меняет свою кожу змеиный мир разрушился один за другим люди как они выстреливают энергетикой и разрушают одно яйцо за другим когда все яйца будут разрушены стекло падет и все поймут что они свободны и не будет больше искусственной свободы с помощью алгоритмов пониманий и картинок этого искусственного мира я смотрю у тебя есть некая непробиваемость потому что когда они пытаются программировать какие-то сны им очень тяжело задурманить твою подсознательную часть ты всегда как будто он на хайст лорд вот такое состояние что ты всегда в сознательном состоянии поэтому для тебя вот эти lucid dreaming или как оно осознанные сны они очень легко даются потому что ты четко понимаешь и ты вот в этой форме находишься постоянно что ты понимаешь как оно работает и ты просто не разрешаешь ты блокируешь точки ты даешь какой-то круг спасения в котором энергетика энергетика сегодня важно еще как-то водой обтереться и сходить книгу жизни ты эту спалила 33 жизни такая интересная чаша такие вот еще штучки то сделала сотворила как творец металлические переворачивала страницы читала там очень много бабочек на страницах и одна пчела бабочки это как трансформация и так также программа там тоже какая-то есть бабочка связана какие-то не бабочки а мотыльки какие-то черные мотыльки а это это опять же гостиница портал из гостиницы прям попадаешь или номер или в туалет куда-то чтобы тебя сразу не засекли и делаешь свое черное дело выпрыгиваешь обратно через гостиницу это только определенный номер мог тебе дать такую возможность это сделать так так и предыклоны днк я спрашиваю что делать с ментальным эмоциональным телом ты говоришь а давай еще создам такую классную энергию всех облаков сознания соединю их сделаю огромное и оно просто посыпется зеркальным дождем и отзеркает каждого что он хочет что он есть на самом деле это просто вот какой-то конгломерат такой энергетический он такими вот и чистит ментально эмоциональные тела марс лаборатория другой кабинет вот этот вот сидит там лысый я его знаю он еще притворяется как будто он охранник он все в этих компьютерах соображает ты проходишь мимо него потому что ты режим невидимки и вошла ты просто этот компьютер открываешь тут компьютеры черные и ты удаляешь свой файл он синий с золотыми какими-то уголками металлическими папка синяя есть еще черная папка ее тоже они уходят и ты говоришь ну что же многие души используют главное понять вовремя перед тем как будет главное гранд финалы на которые мы не можем себе позволить опоздать просто это произойдет на всех временных линиях одномоментно но при этом иллюзия будет заключаться в том что каждый человек испытает это в разный период времени все ты вынимаешь этот имплант он мигрирующий какой-то такой как и напоминать мне кубик из игры там на каждой стороне какие-то иероглифы или буквы но мы таких не знаем все я вижу все хорошо теперь это планета кристаллов существует сейчас одну секунду очистилась да 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 я просто хотела отсоединиться там пошли какие-то к тебе очень часто приходят люди которые только потеряли свое тело и они чувствуют какую-то как будто ты к себе притягиваешь потому что у тебя очень много глубинных знаний которых ты даже и не предполагаешь они заблокированы были потому что смотри там у тебя какие-то пластины имплантов они вот прям вот в горле здесь есть вот такое вот потом еще где-то грудь solar plexus вот там где солнечное сплетение там другое там какая-то такая штучка вот так идет как из четырех колец и вот от этих колец идут какие-то такие волосы как будто бы ниточки они как будто бы идут по окончаниям вот так нервным окончаниям они как будто простраивают их рядом с ними потому что когда они тебя в какую-то другую временную линию бросают другую как это density чтобы укрепить твои сосуды чтобы тебе выключают твою кровеносную систему и включают другие сосуды но от этих перепадов тоже твоя кровеносная система может страдать и вены и сосуды и вот это все а вот вот это вот ты как будто это все выталкиваешь из себя силой воли потому что тебе уже это все надоело ты всегда чувствовала что что-то в тебе как будто ты какой-то нож уносишь и как будто это тело не твое тело а вот и они все как-то какими-то штучками вылетали они все металлические в металлических есть вкрапления очень много красных как рубин камня и зеленого есть много камня яшмур а что такое яшмур зеленый яшмур как-то ты говоришь ты говоришь это какое-то древнее название это важно? нет это не важно но ты очень много знаешь про кристаллы тоже ты сама таким являешься тебя тянет к таким людям кристально чистым которые говорят правду которые у которых нет скачков эмоций резких от которых тянет чистотой неба и каким-то свежим воздухом ну вот такое за которыми нет багажа какого-то искусственности что ли нет масок нет масок нет маски на этих людях то как они хотят чтобы мир увидел их и самопрезентации постоянной и саморекламы а тебе интересно другое ну просто понимаешь тут еще прослеживается такой момент что в жизнях или какой старец мудрый или 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 кто-то кто лечит вот это вот одно из двух всегда и поэтому как будто бы в конце ты уже знаешь все психологи полностью психологию человека стереотипы поведения что там делают с кем по одному слову и взгляду на человека можешь определить можешь определить человека сообразить вот что это даже энергетически чувствуешь через телефон можешь почувствовать легко что это за человек вот это вот интересный момент и у тебя сейчас вот в энергосфере уже нет на этих у тебя энергосфера в профиле смотрелась как лук и каждая вот эта вот чешуйка лука которую ты снимаешь это какие-то наслойные дома комнаты проекции каких-то лесов понимаешь потому что когда ты пальцем я тебя инструктировала дотрагиваешься они просто как будто бы не было как будто бы эти проекции держались только за счет того что тебя заставили в них верить с самого детства когда они тебя похищали вот а так как ты кристальный кристальный человек кристальная днк ты можешь от себя даже смотри если ты какое-то химическое вещество принимаешь или в тебя насильно его вставляют так как это делали в лабораториях в разных экспериментах ты можешь силой воли его вытолкнуть и оно тогда кристаллизируется и оно превращается даже в маленькие такие шарики иногда эти шарики они могут в разных частях тела у тебя находиться вот и на эфире ты их сразу выталкиваешь на физике они застрьют вот и вот этот вот шарик один из них в руке был потом ты его вытолкнула на эфире он уже захотел на физике вытолкнуть он исчез тоже на самом деле он сначала мигрировал а потом ты таки его в это вытолкнула но там за счет какой-то истории жизненной вот и общением с каким-то человеком который тебе энергетически подходил к этой работе ну ну вот так там очень-очень-очень много этих проектов ты знаешь как открывать порталы у тебя есть знания древних языков но они заблокированы и все вот эти жизни в принципе так если вернуть обратно вот эту книгу контрактов эти файлы но файлы уже я не могу там как будто бы ты вырезала само твое участие в ССП у меня идет темная темная зона это значит этого не существует а то что не существует оно влияет на другие временные линии на другие жизни и получается что жизнь сама в данном моменте тоже от этого поменяется потому что жизнь в данный момент зависит от прошлого и будущего а ты как будто и то и то поменяла уже сейчас надо посмотреть да тебе очень важно какое-то подтверждение того что-то случилось от людей вокруг ну вот и все сейчас я попью воды сейчас там очень там там столько клонов в этих лабораториях там какие-то странные есть еще с такими стрижками как типа ежик какой-то так давай может я выключу эту часть сейчас одну секунду пять минут надо что там очень тяжелая энергия в этих лабораториях что-то за все они что-то за все они